В администрации города состоялось внеплановое заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей. Члены комиссии обсудили основные вопросы по проведению летней кампании 2014 года. С подробностями Дарья Самородова. Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних – одно из приоритетных направлений в работе городских властей. Летняя оздоровительная кампания 2014 аналогично прошлогодней. И все же некоторые отличия будут. К примеру, в этот раз главная задача, которая ставится перед комиссией – обеспечить прозрачность списков детей, которые поедут в летние лагеря. До этого летняя кампания строилась так, что мы делили путевки между ведомствами, между учреждениями, и каждое учреждение проводило свою заявочную кампанию. В этом году мы получили настоятельные рекомендации Департамента молодежной политики о том, что все-таки в муниципалитете должен быть один уполномоченный орган. И всю координацию работы, весь учет списочного состава нуждающихся в таком летнем отдыхе и трудозанятости, а также получение путевок, их распределение в соответствии с заявками должен вести единственный уполномоченный орган. Такими полномочиями теперь наделен отдел по делам молодежи. Родители, желающие отправить своего ребенка в летний лагерь или трудоустроить, могут обратиться по адресу Гагарина, 29, в кабинет 204. Специалист поможет с заполнением заявления и сбором всех необходимых документов. Кстати, чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов получить путевку. Кроме того, будет сформирована единая база данных. Все списки очередности будут опубликованы на сайте администрации города. Заявочная кампания на летний отдых 2014 года нами начата сегодня. До двух часов дня заявилось уже около 30 детей. Хотелось бы сказать, что сроки заявочной кампании в этом году увеличены на один месяц. Начало заявочной кампании с 3 февраля по 15 мая 2014 года. В этом году 137 лабытнанских подростков смогут самостоятельно заработать на карманные расходы. Необходимо сразу определиться с видами работ. Их несколько. Уборщик служебных помещений, дворник, делопроизводитель и аниматор. Для успешной сдачи итоговых экзаменов ребятам 9-11 классов на июнь месяц предлагают отказаться от трудотерапии. Еще к нововведениям можно отнести и услуги СМС-информирования. Родители заинтересованы в том, чтобы их ребенок провел это лето с пользой. Смогут получать всю информацию о направлениях и способах получения путевки на свой мобильный телефон. Следующая встреча членов межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости намечена на следующую неделю. Дарья Самородова, Максим Мячин. Программа «Премьеместная».